Лоб в лоб. Серьезная авария произошла накануне на участке дороги в районе поселка Факел. Есть пострадавшие, в том числе 9-летний ребенок. Более 100 медиков, ученых и технических специалистов из Шотландии, Норвегии и городов России. Столица Ненецкого округа впервые стала площадкой для проведения научно-практической конференции «Арктическая телемедицина». Ирина Цепетова расскажет об итогах международной встречи. Согласование дальнейших действий в административной реформе. Губернатор Игорь Кошин провел первую рабочую встречу с депутатами вновь избранного городского совета. За два часа удалось обсудить широкий круг вопросов. В Ненецком округе продолжается призывная кампания. В этом году на защиту Родины из региона отправится чуть более 150 человек. Наш корреспондент Олег Танзейский побывал на солдатских проводах. Значимое событие для любителей спорта в Ледовом дворце Труд стартовал четвертый сезон Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. За первой ледовой схваткой наблюдал наш корреспондент Закир Ваффин. На телеканале «Север» программа «Итоги недели». В студии Алина Волосейская. Здравствуйте! Наши корреспонденты расскажут о важнейших событиях минувших семи дней. И начнем выпуск с ЧП. Серьезная авария произошла накануне на участке дороги в районе поселка Факел. Лоб в лоб столкнулись две иномарки. В результате ДТП пострадало 4 человека, в том числе несовершеннолетний ребенок. ДТП произошло 22 ноября около 12 часов дня. Водитель иномарки, двигаясь в сторону поселка Искатели, выехал на встречную полосу движения для обгона и не справился с управлением, в результате чего и столкнулся с другой иномаркой, которая двигалась по направлению в город. В приемный покой окружной больницы города Наринмара доставлено 5 человек. Это двое несовершеннолетних детей и три женщины. В результате телесные повреждения получило только 4 человека. Это ребенок 9 лет и три женщины. Второй ребенок уже здоров и отправлен домой. Водитель иномарки, который выехал на встречную полосу, не пострадал. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. А пока к другим темам. События международного масштаба. Столица Нейнского округа впервые стала площадкой для проведения научно-практической конференции «Арктическая телемедицина». На нее съехались более 100 медиков, ученых и технических специалистов из Шотландии, Норвегии, Югры, Якутии, Воронежа, Архангельска и других городов России. На протяжении двух дней, а именно столько длилась конференция, за ее ходом следили наши корреспонденты. Ирина Цепетова расскажет об итогах международной встречи. Медобслуживание населения на удаленных территориях в России и за рубежом осложняется тяжелыми климатическими условиями, отсутствием развитой транспортной инфраструктуры и значительной удаленности населенных пунктов. Зачастую единственный способ оказания медпомощи в таких условиях – санавиация. Ее работа напрямую зависит от погоды. Кроме того, она требует значительных расходов. Решение проблемы специалисты видят во внедрении электронного здравоохранения. Телемедицина и информационные технологии – это тот инструмент, который позволяет создать современную систему здравоохранения, которая реально оказывает, обеспечивает единый высокий стандарт качества медицинской помощи и делает эту медицинскую помощь общедоступна. Не важно, где вы живете – на Садовом кольце в Москве, в центре Нарьенмары или в небольшом поселке на берегу Литовитого океана. Ненецкий округ – регион с большим количеством труднодоступных и отдаленных населенных пунктов. Телемедицина в округе развивается давно. В 2004 году был открыт первый такой медкабинет. Сейчас, благодаря сотрудничеству с норвежскими коллегами, в округе работают 18 центров телемедицины. Их сеть продолжает развиваться. Возможности проекта подразумевают использование медицинского оборудования в системе телемедицинского оказания медпомощи. Причем проводится не только консультирование, но и диагностика. Смысл заключается в том, что у жителей села не всегда есть возможность общаться с врачом-специалистом и не всегда есть возможность дешифровать то или иное исследование. Телемедицина позволяет установить медицинское оборудование в отдаленном населенном пункте. Медицинская сестра абсолютно обладает всеми навыками для того, чтобы снять это исследование и по каналу телемедицинской связи отправить в нескокружную больницу, где будет проведена дешифровка, просоведено консультирование и даны какие-то рекомендации. Кстати, специалисты считают, что телемедицина может стать хорошим подспорьем не только в населенных пунктах, но и на нефтяных месторождениях. В нефтегазовой промышленности она имеет одну цель – обеспечить здоровье работников буровых. С докладом на эту тему выступил сотрудник университетской больницы Северной Норвегии Отвар Хаген. «Поставить диагноз обычно не составляет труда. Данные о пациенте легко передать. А вот когда дело касается оказания помощи и транспортировки пассажира, иногда стоит вопрос, потому что необходим вертолет. Компании могут сэкономить большее количество средств в случае, если им не надо будет транспортировать больного, а на месте оказать лечение». Над этим проектом сейчас работают как российские, так и зарубежные медики. Сходные условия, влияющие на развитие электронного здравоохранения в Арктике, создают основы для обмена мнениями и опытом между медицинскими работниками разных стран. С этой целью проводится конференция. Ее второй день был полностью посвящен программному и техническому обеспечению телемедицины. На площадке собрались медики, ученые и технические специалисты. Телемедицина – медицина дистанционная, поэтому требует использования современных коммуникационных технологий для своевременных консультаций и оказания медпомощи на дальних расстояниях. С докладом на эту тему выступил главный инженер динистской компании электросвязи. Павел Окладников рассказал о существующей сети дистанционной медицины и о реализации госконтракта по организации и подключению к каналам связи участников телемедицины Неницкого округа. В настоящее время НКС имеет собственный спутниковый хаб, 23 малых земных станции спутниковой связи, которые находятся в удаленных пунктах округа. Также компания активно эксплуатирует собственную радиорелейную сеть связи. Неницкий округ имеет собственного регионального телекоммуникационного оператора, уже успешно эксплуатирует сеть телемедицины, позволяющую проводить все требуемые мероприятия. То есть начиная от консультации врачей, как местных, так и регионального и мирового уровня, также до выдачи лесков нетрудоспособности в удаленных населенных пунктах. Чтобы наглядно продемонстрировать участникам конференции возможности окружной телемедицины, НКС установила связь с Великовисочной участковой больницей. Потом в конце провода участников поприветствовала главный врач больницы Ольга Зверева. Медик рассказала, что консультации посетителя медицины они получают очень часто. Чаще нам приходится отсутствовать в полярной клинике, потому что у нас сейчас врач, у нас отсутствуют врачи, комиссия. Для продолжения больничных листков нам приходится связаться. Получение больничного листков нетрудоспособности – это не единственное случай, по которым врачи используют телемедицину. Большая часть тесного сотрудничества приходится на экспертные консультации. Врачи сельских больниц отправляют в центр результаты различных анализов, чтобы получить необходимые рекомендации. Связь с больницами населенных пунктов устанавливается ежедневно, отмитил главный врач окружной больницы Антон Карпунов. Мы не отказываем никому, если возникает потребность у населенного пункта в каком-то консультировании с помощью возможности телемедицины. Это осуществляется ежедневно. Сегодня 15 населенных пунктов округа подключены к сети телемедицины. Низь Каратайка и Бугрино практически полностью оснащены необходимым телемедицинским оборудованием. В медучреждениях уже имеются электрокардиографы, аппараты, позволяющие снять и расшифровать кардиограмму. Благодаря специализированной технике фельдшеры не раз спасали жизнь с сердечником прямо на месте. Также в селах есть лабораторные экспресс-анализаторы, которые измеряют показатели свертываемости крови. Результаты обследований помогают выявлять серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы. Все клиникодиагностические данные, полученные с помощью этого оборудования, передаются врачам окружной больницы. И уже в совместной работе врачи сел и города ставят диагноз. Телемедицина уже доказала свою востребованность как прогрессивное современное направление медицины и технологий, способствующих оперативному решению вопросов, связанных со здравоохранением. По итогам конференции все участники внесли свои предложения в резолюцию, которую уже в скором времени отправят государственные органы и организации, заинтересованные в развитии телемедицины в России. Ирина Цепетова, Алина Ваучейска, Антон Водряков, Александр Дуркин, Телеканал «Север». И если внесть Каратайку и Бугарино скоро шагнет телемедицина, то в нижнюю пешу пока шагать некуда. В сельской участковой больнице недавно закончился частичный косметический и капитальный ремонт кабинетов и палат. Но медики недовольны ни качеством выполненных работ, ни количеством отремонтированных помещений. В чем причина недовольства, разбирался наш корреспондент Александр Усачев. В принципе, если у них столько закуплено было, они должны были, наверное, все стены обливать. Это осталась штукатурка по гипсокартону, на подпелку и на подобой, которая идет. И 10 мешков, наверное, у них там гипсовой штукатурки. Вот там. К нолю, метра два, наверное. Судя по количеству стройматериалов, оставшихся от бригады заезжих ремонтников-строителей, можно сделать вывод, что они очень экономные работники. А вот краски, по всей видимости, не жалели. Хотя экономили и расходовали порой напрасно. В данный момент здесь стены окрашены индульсионной краской. Поэтому она не может мыться, убираться, как пасампин. Надо стену было покрасить масляной или амарией. Главврач больницы обращал внимание строителей на то, что необходимо строго соблюдать требования, предъявляемые к материалам по отделке учреждений здравоохранения, и выполнять работы по плану, утвержденному управлением здравоохранения округа. Каждый ходил, говорил, я здесь все знаю, то есть меня не слышали даже, они даже слышать не хотели. Вроде как бы изображали, да, вот там, Григорий Иванович, как мы будем строить это? Мне нужно сделать то, 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 что-то застелить, то, то, то самое сделать. Так. Рисовали, записывали, потом исчезли. Добрая половина не показывалась. Сроки начала и, соответственно, окончания ремонтных работ были нарушены. Тем не менее, отремонтированы кабинеты врача-педиатра, акушера-гинеколога, стоматолога, две больничных палаты, бывшее помещение операционного блока с небольшим кабинетом. 10 ноября последний ремонтник-строитель исчез. Из трех помещений, я бы сказал, сделано два с половиной. То есть самые крупные, там стены вообще не трогались. Угловой, где сейчас в настоящее время у нас работает психиатр, там сделан, но сделан по качествам, потом отдельно поговорим. И маленькое вот это вот помещение, где у нас сейчас находится, ну, проводят вот из бригады неврологов. Странной ситуации, нелинолема не хватило на все, что задумывалось. И поэтому там сделали из таких вот, лоскутное такое одеяло, из кусочков склеили все. Кабинет обушероковый, педиатра, конечно, сделан. Это раз. Но качество мы оставим чуть-чуть на потом. У стоматолога стены, ну, штукатурены, покрашены. Линолеум вы видели такой. Он как в пустыне, барханы там... То есть там линолеум по плану должен быть заменен? По плану должен быть заменен, да. И когда я сказал, что у руля моей, нам же еще, вот еще один кабинет, такой широкий неплохо делать надо. Чем я вызвал немало удивления. Главврач больницы такую работу считает невыполненной. И акт сдачи приемки подписывать не собирается. Теперь медиков волнует лишь один вопрос. Кто будет доделывать незаконченный ремонт? Или придется самим, засучив рукава, исправлять недоделки заезжих гастролеров? Чтобы избежать подобных ситуаций, как Верхние Пеши, в округе проводится административная реформа. Именно формирование конструктивной системы управления отдаленными территориями должно повысить качество жизни людей на селе. Кстати, на неделе губернатор Игорь Кошин провел первую рабочую встречу по согласованию дальнейших действий в административной реформе. Задавать часа переговоров с депутатами вновь избранного городского совета удалось обсудить широкий круг вопросов, касаемых практической стороны передачи полномочий от города к округу. Рабочая встреча с городским советом стала первой для губернатора и депутатов. На круглом столе присутствовали председатель городского совета Ольга Старостина, мэр города Татьяна Федорова и член Совета Федерации от собрания депутатов Евгений Алексеев. В начале встречи Игорь Кошин отметил, что преобразования на внешнеполитическом поле можно считать завершенными. Договор с Архангельской областью подписан. Теперь налоговые поступления, собираемые на территории округа, будут поступать в его же бюджет. Соответственно, полномочия, ранее исполняемые областью, с 2015 года перейдут в округ. Были подписаны соглашения о сотрудничестве с недропользователями компаниями «Ростнефть» и «Лукойл». За ними стоит инфраструктурное преобразование в регионе. Сегодня стоит не менее сложная задача преобразовать внутреннюю структуру управления. Вы знаете, что я провел большое количество встреч с населением, с нашими городскими жителями, со всеми нашими сельскими населениями. Я встречался, активно смотрел, что у нас происходит. И в результате этих встреч пришел к выводу, что для того, чтобы качественно изменить жизнь в округе, нам необходимо сделать ряд преобразований. Преобразовать необходимо структуру органов исполнительной власти, их количество и качество. Для этого в сентябре был принят 95-й окружной закон. Согласно ему, часть полномочий города и Заполярного района переходят к округу. 95-й закон, он в принципе отвечает необходимости на нашей огромной территории при совершенно небольшом количестве людей выстроить нормальную, эффективную, готовую управление. Потому что то обилие чиновников, с которыми нужно согласовывать, разговаривать, убеждать, оно не нужно. Чем прямее путь от принятого решения для его исполнения, тем лучше. Глава города отметила важность управленческой реформы и принятие совместных решений. За круглым столом еще раз обговорили те полномочия, которые остаются в городе в 2015 году. Это полигон переработки ТБО и образования. Дороги будут эксплуатироваться в зависимости от принадлежности. Региональные перейдут в округ, муниципальные останутся в городе. Проблемы эксплуатации дорог и ее решения назрели уже давно. Есть вопрос, почему такие дороги? Почему каждый год систематически повторяется? Весна, осень, это постоянно. Второй год у нас, вот посмотрите, спускаемся с моста, второй год калийность. То есть в этом году опять будут биться машины там. Меня волнует, почему дороги не могут построить хотя бы на пять лет, чтобы хватало. Ждем, чтобы лучше все-таки полномочия будут исполняться здесь, в округе. Соответственно, будут и деньги, и порядок может больше будет. К округу переходят 12 полномочий. На исполнение остальных 30 муниципальное образование получает из окружного бюджета порядка трех миллиардов. Во выстраивании отношений очень нужна прозрачность. В выстраивании наших отношений очень нужна честность. В выстраивании отношений нужна объективность. Если мы эти элементарные принципы будем соблюдать, и все у нас с вами будет в порядке. В ходе круглого стола Игорь Кошин не раз отмечал, что все преобразования должны быть на благо жителей округа. Для этого руководство города, Заполярного района и округа должны помогать друг другу. Между тем в регионе продолжается призывная кампания. В Ненецком округе она единственная и официально начинается только в ноябре, тогда как в других субъектах служить в армии новобранцы уходят раньше, еще в октябре. Впрочем, важной роли это не играет. Бегать в каске и с автоматом в руках всем предстоит одинаково. Ровно год. В 2014-м на защиту Родины из региона отправится чуть более 150 человек. Это примерно столько же, как и в прошлый призыв, говорят в военкомате. Наш корреспондент Олег Хатанзейский побывал на солдатских проводах. Армейский полубокс этой осенью снова на пике моды. Перед собой военный билет с надписью «Мобилизованный», пакет с самым необходимым. Зубная паста, щетка, бритва и тетрадь. Все остальное им ни к чему. На защиту Родины готовы встать еще 10 человек из Няницкого округа. Парни хоть и волнуются, но не показывают этого. Службу обещают нести достойно, а родителям твердят, чтобы не переживали. Но даже это не успокаивает матерей. Ведь для многих это первое долгое расставание с сыновьями. Ирина Ордеева в армию сегодня отправляет хоть и неродного сына, крестного, но слезы все равно сдержать не получается. Краткий инструктаж из уст военкома, затем напутственные слова. Будущие солдаты готовы к службе. Проводить молодых людей в новую жизнь пришли их друзья, родные и близкие. На прощание дают всего несколько минут. Затем командуют по машинам. Ну, это, собственно, тот самый момент волнительный, когда у парней осталось всего лишь несколько минут, чтобы попрощаться с родными. Они уходят ровно на один год. Служить по всей стране. Кто-то в МФ, кто-то в ВДВ, кто-то в ракетные войска. Сейчас они сядут в машины и уедут из Наринмара на 365 дней. Что ж, будем встречать их ровно через год уже здесь, в Наринмаре, с военными билетами и настоящими мужчинами. Желание есть, служить надо. Мы там и подумаем. Учиться будем, наверное. Да, он правильно делает. Последний день как привел перед армией? Ну, хорошо. У меня настроение веселое было. Там жизнь радостная. Ну, там все уже, все отлично будет. Служить нынешним приземникам предстоит по-прежнему всего год. Причем потратят они его на физическую и боевую подготовку. Так обещают в Министерстве обороны. Кстати, традиционно всем родам войск наши призывники предпочитают воздушно-десантную и морскую пехоту. Элита. Однако, где точно придется служить, новобранцы узнают лишь на областном сборном пункте, что в Архангельске. Как правило, большинство ребят из нашего региона распределяют в части в пределах западного военного округа, поближе к дому. Ненецкий округ отметил День памяти Олено транспортных эшелонов. 20 ноября 1941 года в округ пришел приказ мобилизовать людей, оленей и даже собак для нужд Советской армии. За считанные месяцы были сформированы 4 батальона. Более 7 тысяч оленей в сопровождении 6 сотен оленеводов, рыбаков и колхозников отправились на Карельский фронт. В честь отважных защитников в Наринмаре ежегодно проводят митинг. Валентина Чибычек продолжит. День Олено транспортных эшелонов стал памятной датой для Ненецкого округа в 2013 году. Гоном ранее в Наринмаре открыли памятник, посвященный воинам Заполярия. Чем дальше уходят дни военного времени, тем больше вспоминаешь тех, кто отдал свою жизнь за родину. Майя Афанасьевна уже не один десяток лет собирает данные о родных погибших на фронте. Сегодня в списке, полученном от военкомата, 9 человек. Это, значит, братья моей бабушки и братья моей мамы. Но список у меня не весь, потому что у мамы моей было в семье 14 человек детей. И когда я уже взрослой была, их осталось всего трое. И то один потом погиб, двое было, тетка и дядька из той семьи. А остальные даже не вернулись некоторые. Воспоминаний от родных осталось мало. Тоже касается фотографий и документов. Поэтому каждый факт и вещь становятся бесценными для Майи Афанасьевны. Документы из архивов, снимки из газет и книг она бережно хранит для своих детей и внуков. Воспоминания о двоюродном дедушке рассказывает как можно чаще. Яков, когда вернулся, он нам привез немецкие игрушки. То, чего привозят, он привез немецкие игрушки. Папье-маше. Мы долго ими играли. А потом он, видно, умер. Я помню, что он меня носил на руках. Сегодня об участниках олено-транспортных эшелонов не забыли. О них пишут книги и снимают фильмы. А в этом году группа краеведов совершила мотопробег по дороге фронтовиков. Туристско-краеведческую экспедицию посвятили 70-летию освобождения Заполярия. Ее участники на снегоходах преодолели более 2,5 тысяч километров от Наринмара до деревни Рикосиха. Из нее эшелоны уходили на фронт. Летом уже на автомобилях дошли до крайней точки Карельского фронта – полуострова Рыбачий. Мне кажется, на этой площадке вот сейчас есть союз. Союз нашей молодости, союз зрелости, союз будущего. Во славу России, во славу Нинецко-автономного округа. В память тех, кто положил и отдал жизнь для того, чтобы мы жили с вами спокойно. Ежегодно исследователи родного края отправляются на раскопки в Карелию и Мурманскую область. В книгу памяти Нинецкого округа сегодня занесены не все имена. По словам историков, в летопись войны включены имена только половины фронтовиков, которые погибли в одном бою, практически в одном месте и в один день. Мой дед Беляев Климентий Иванович и его брат Беляев Леонтий Иванович, они были призваны и воевали в составе олено-транспортных батальонов 2-го и 11-го. Они оба погибли в 43-м году. Поэтому сегодня, конечно же, я не могла сюда не прийти и не почтить их память. Тем более, место захоронения до сих пор их неизвестно. И поэтому единственное, куда мы можем прийти и поклониться их подвигу, это вот здесь. К памятному дню 24 ноября в КДЦ «Арктика» состоится театрализованное представление «Мы сбережем родную память». Начало концерта в 19 часов. Еще одну памятную дату на неделю отметили в Нинецком аграрно-экономическом техникуме. 82 года назад учебное заведение открыло свои двери жителям Нинецкого округа. Первыми выпускниками были 10 человек, 8 пастухов и 2 заведующих стада. На сегодняшний день на это ежегодно готовят более 100 специалистов по 9 специальностям. О том, чем живет учебное заведение в наши дни, расскажет Илья Сахаров. 23 ноября 1932 года свои двери открыла Нинецкая одногодичная окружная сельхозшкола. С того момента прошло уже более 80 лет. Учебное заведение переименовывали не один раз. Сейчас оно носит название «Нинецкий аграрно-экономический техникум». Экономисты, бухгалтера, ветеринары, природопользователи, экологи. Это не весь список специальностей, по которым готовят студентов. В этом году появилась специальность «Техник-спасатель». Специальность, которая сейчас выпускается, насчитывает 32 человека. Из них только одна девушка. Чтобы попасть на эту специальность, они сдавали экзамены по физкультуре и психологии. Отжимались, бегали, прыгали и так далее. И ритм у них отличается от ритма других студентов. У них утро начинается в 8 часов, они делают активную зарядку, после этого они идут на учебные занятия. У студентов по специальности «Техник-спасатель» есть главное отличие – дисциплина плавания. Ребята два раза в неделю посещают бассейн, где и тренируются. Независимо от специальности, любой учащийся может вступить в театральную труппу «Улыбка», которая подготовила ко дню рождения техникума постановку Чехова «Мелочи жизни». В своих постановках мы используем всегда классические произведения, как русских авторов, так и зарубежных. И это, я думаю, в большей степени залог успеха нашего коллектива. И вот мы к творчеству Чехова обращаемся уже не в первый раз. Профессиональных актеров в труппе нет, большинство ребят меняется ежегодно. Но преподаватели, по заверениям руководителя театра, планку стараются держать на высоком уровне. Поздравить техникум собрались как власти города и округа, так и бывшие студенты. А теперь приятная новость для наших маленьких зрителей. В округе началась подготовка к Новому году. В частности, Управление труда и социальной защиты планирует закупку новогодних подарков. В этом году на эти цели из окружного бюджета выделено более 15 миллионов рублей. В Наринмаре населенные пункты округа подарочные наборы планируется доставить до 18 декабря. В этом году они будут особенные для каждого возраста. Каждый новогодний подарок будет состоять из двух частей. Это кондитерские изделия, а также развивающие игры и игрушки. Детей поделят на пять возрастных групп, и каждой из них будут вручаться разные подарки. Для самых маленьких жителей округа помимо славдости подарят игрушку-подушку в виде символа года – овечки. Малыши также найдут в своем подарке развивающий набор для создания объемного слепка и книжку с рисунками. Ребят постарше порадуют перчатки для сенсорных экранов телефонов и планшетов, а также краски для рисования на снегу. Подросткам от 10 до 17 лет к подарку будет прилагаться сумка-планшет. В ней они найдут электронные часы, световую доску и люминесцентный маркер. Отличникам учебы и тем, кто добился успехов в искусстве и спорте, закупаются дополнительные подарки. Кроме того, губернатор округа Игорь Кошин поручил организовать новогоднюю елку, на которую пригласят ребят из отдаленных поселков округа. Значимое событие для любителей спорта. В Ледовом дворце Труд стартовал четвертый сезон Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. В первой ледовой баталии сразились полярные волки и север. За жаркой игрой наблюдал наш корреспондент Закир Вафин. На лед вышли далеко не профессиональные хоккеисты. Например, игрок полярных волков Александр Семенов. Пятый год занимается хоккеем, тогда же и стал на коньки. Я еще, так сказать, студент хоккея. Только учусь быть хоккеистом. Я первый раз на коньки стал в 35 лет. То есть я в детстве ни разу даже на коньках не стоял. На лыжах катались. Это ему не мешает чувствовать себя на поле уверенно. В рамках ночной хоккейной лиги он играет впервые и намерен занять первое место. Участие в турнире примут четыре команды. Север, полярные волки, труд и пингвины. Игры проходят по ветеранским правилам. Без сильных челчков, грубой игры и пробросов. В ночной хоккейной лиге принимают участие практически все регионы Российской Федерации. В том числе и в Ненецком автономном округе. В Ненецком автономном округе у нас участвуют четыре команды. Так как дивизион любитель 40 плюс. То есть старший возраст, после 40 играют в хоккей. Победу в первой встрече одержали полярные волки. Игры будут проходить до 19 марта следующего года каждый понедельник и четверг в 20.45. Победители турнира отправятся защищать честь округа в Сочи. Сколько в колбасе мяса, как проехать на Северный полюс и куда вложить деньги? Накопились вопросы, задай их нам. Телеканал «Север» запускает новую рубрику «Алло Студия». Корреспонденты телеканала найдут компетентных людей и добудут нужную для вас информацию. Задать важный вопрос, рассказать о том, что волнует и поделиться проблемой. Новая рубрика поможет наладить живой разговор со зрителем. Мы ответим на ваши вопросы в наших сюжетах или зададим их компетентным людям. Если вы хотите обратиться к ответственному лицу или известной в округе персоне, просто укажите его имя и должность, а мы передадим все адресату. Связаться с нами вы можете по телефону службы информации 490-03 или задать вопрос на автоответчик 456-41. Также вы можете оставить свое обращение на нашем сайте в разделе «Алло Студия». Такова была картина прошедшей недели. Какая будет следующая, узнаете из наших выпусков новостей. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи на Севере. Субтитры создавал DimaTorzok